Андрей Андреевич, такой вопрос. Вот вы прогнозировали, во всяком случае говорили, что и идет такое обсуждение, что возможно Байден по очень многой сумме причин может до выборов, чтобы усилить позиции Харрис, оставить пост президента Соединенных Штатов Америки. И видимо это и в прессе обсуждается, я вот вижу это в американской прессе. Но там есть и другой мотив, там ведь история с Хантером Байденом, с его сыном, она продолжает, он же признал вину, ему грозит 25-летний срок. Мотив ухода досрочно, это еще и какая-то форма компромисса. Но одно дело победит в ноябре Трамп, другое дело победит Харрис, и досрочный уход это еще и возможность передачи Харрис полномочий досрочно, чтобы она могла, ну может это не сразу, может это произойдет уже в следующем году, но все-таки помиловать Хантера Байдена, чтобы эту историю закрыть. У него там ряд обвинений, хранения оружия, ряд других, но, наверное, повторяю, не самый большой преступник на свете, но практика такая имеет место, она законная абсолютно. Можно ли считать, что Байден, вот скажем, не может сейчас принять самое радикальное решение о помощи Украине в связи с тем, что некий компромисс необходим, у него прямой интерес в отношении сына, в отношении его ухода самого, и будет он зависеть от демократического истеблишмента, а вот историческую миссию он уже один раз не выполнен, когда на юбилейном саммите НАТО, в общем, не принял никаких радикальных решений, юбилейный саммит НАТО в июле в Вашингтоне прошел ни о чем, вот, то есть никаких последующих вот действий, таких, которые бы записали бы Байдена, так сказать, золотыми буквами в страницу истории помощи Украине, победе в войне Украины над Россией, но точно при его каденции не произойдет. Все-таки, каковы шансы, что Байден уйдет досрочно не потому только, чтобы помочь госпоже Харрис, а в связи с тем, что ему нужно закрыть уже в будущем победившем периоде той же Харрис проблему с преследованием его сына. Это, кстати, обсуждается в американской прессе, не то, чтобы мы какие-то секреты раскрывали. Что вы об этом думаете? Ну, а чем это противоречит друг другу, эти два мотива. Если Харрис победит, конечно, она... Только в одном, то, что сам Байден не будет предпринимать никаких действий в отношении Украины, чтобы не помешать, как ему кажется, как кажется демократическому эстеблишменту в выборах в ноябре. То есть, допустим, не примет решение, сейчас он будет встречаться с премьер-министром Великобритании, и они будут обсуждать вопрос разрешения теми средствами, которые переданы Украине, бить вглубь территории России. Он не примет такого решения без оглядки на Харрис, на демократический эстеблишмент семьи Обамы и Клинтона, ну и так далее. Вот о чем речь. Так я же объясняю, что это единственный способ для Харрис победить как раз, принять такое решение. И насколько я понимаю, по вчерашнему и сегодняшнему интервью Макова, то эти наши проукраинские республиканцы уже добились от Блинкина этого решения. Ну, мы проверим в пятницу, что тут гадать. Ну да, но мотив Хантера, вы считаете, в данном случае не решающий в действии. Он решающий в ту же самую сторону. Надо сделать все для поддержки Харриса. А это как раз нет противоречия с целью защиты. Именно более жесткая позиция Харрис по Украине принесет ей несколько миллионов республиканских избирателей. Тем более, что Трамп связан своей позицией, он не может... Вот Харрис очень лихо, но не лихо, но ей это не трудно сделать. Она дистанцируется от Трампа и от Байдена и займет произвольскую позицию. Это тем больше... Но этого пока не происходит, плюс позиция с Эльвана, она же не меняется, он выполняет ту же челночную миссию. Он был в Пекине, пытается наладить диалог по поводу будущих переговоров. Там, по-моему, линия другая совершенно. Ну, Лилия Селивана, она всегда присутствует. Я сказал свою точку зрения, она... Давайте подождем до 13 февраля. Два дня. Ну, и на дебатах что-то будет артикулировано по этому поводу. На дебатах будет артикулировано, но 13... Нам очень серьезный человек, Майк МакКол, обещал, что 13... И вот тот фактор, тот фактор, что Блинкен едет в совместную поездку с министром основных дел Британии, он тоже для меня это подтверждает, эти слова МакКола, потому что Британия всегда... Британцы давно разрешили использовать удары ракетами с Том-Шейдом, и то, что они едут вместе, они едут не для того, чтобы запретить, а скорее всего для того, чтобы разрешить. Я не вижу противоречий в душе Байдена в двух мотивах – помочь моему сыну и помочь Украине. Хотя я хочу отметить, что вот последний период, как раз после... Почему-то, ну это, я не знаю, объяснять мне это старческими мотивами поведения Байна, как раз после снятия с гонки мы обратили... И обратили внимание, что вот его позиция по Украине, она ужесточилась. Ведь тогда мы, после блестящего выступления того же МакКола в палате представителя, я помню, он принес карту, показывал, вот украинские самолеты поднимаются над Белгородом и бросают бомбы на Харьков, казалось бы, все, сегодня-завтра это снимают. Нет, он как-то уперся в этом игре, нет, это принципиальный еще вопрос. 13-го в Киеве, ну я не точно надеюсь, я убежден, что мы услышим, что эти ограничения сняты. Но это не значит, что Байден уйдет в отставку, понимаете, уже в этой ситуации поздно. Вот он уже опоздал. Два месяца, полгода назад было время достойно уйти с гонки, но остаться на посту президента, ответственного за ведение войны. Месяц назад было очень вовремя уйти с обоих постов, дать Харь свободу рук, но сегодня как-то уже запоздало, все надо делать в политике вовремя. Ну вообще это очень странная, конечно, расклад американских выборов в политической системе. Ну вот если взглянуть, я сейчас на своего любимого конька, на порочность системы праймерис хочу сказать. Есть два идеальных кандидата, на мой взгляд, президента Соединенных Штатов, оба республиканца. Это Ники Хэлли и Майка МакКоу. Причем все опросы показывают, что эти кандидаты выиграли бы и у Байдена, и у Харрис процентов 10-15 без разговоров. Ну такие опросы были во время праймерис, помните, когда Хэлли проигрывал праймерис Трампу, ну собирая 30% примерно голосов, причем за него продолжали голосовать, даже когда сошла с дистанцией. Были такие неофициальные опросы, ну параллельно шли опросы, за кого будете голосовать, если Байден и Трамп, ну 5% устойчиво было в пользу Трампа, а опросы, за кого будете голосовать, если Байден и Хэлли, 17% давал преимущество Хэлли. Это естественно, что за Хэлли голосовали бы все независимые. То есть это два кандидата, которые выиграли выборы бы с блеском любого демократического кандидата, и кроме того, это лучшие кандидаты с точки зрения роли Соединенных Штатов, они как никто другой понимают обязанности лидера свободного мира в этой мировой войне. Еще раз повторю, что эта система Праймерис, в Праймерис участвуют не все республиканцы, естественно, а наиболее ангажированные, как бы мобилизованные и так далее. То есть какая-то узкая группа, более фанатичная, она всегда преуспеет в мобилизации своих сторонников. Это не касается не только прошедших выборов, это всех, любых республиканских выборов. Система Праймерис, они способствуют победе крайних, крайних кандидатов в каждой партии. Но это уже так, из общего плана в преформировании американской политической системы. А реальность такова сегодня, что Харрис может выиграть, выполняя две моих рекомендации. Первое, дистанцирование от Байдена. Она должна напомнить сегодняшнему, можно даже произойти вот сегодня, потому что уверен, Трамп несколько раз будет повторять тезис. Вот Байден ответственный за это, за это и за то. Она должна напомнить и своему сопернику в дебатах, и американскому СССР, в общем, что ее фамилия не Байден, ее фамилия Харрис. И второе, она должна занять четкую проукраинскую позицию. Причем подчеркнуть, что это позиция широкого объединения американского политического, что она поддерживает те же самые идеи победы Украины. Идеально, чтобы она могла что-то сказать, но я на максимум я не рассчитываю. Но вот в этом направлении она двинется, что она считает полностью поддерживать республиканский план победы Украины, который, собственно, сейчас переходит в план Зеленского. Вот мы сегодня, вот, десятая, две недели, которые решат те роковые минуты, которые решат судьбу мира. От сегодняшних премий до визита Зеленского с планом победы. В финальной части передачи я бы хотел вернуться к, собственно, Москве. Да, потому что в Москве тоже как-то идет шатковалка процесс. Но одно дело пропагандисты, другое дело на самом верху. Что там происходит? Вышли сейчас, встретившись Бернс, глава ЦРУ, и глава Беретанской МИ-6, Мур, и заявили о том, что, по их сведениям, в российском руководстве появились трещины по поводу войны, и это произошло именно в августе в связи с Курском. Ну, можем допустить мы уже сами, что, наверное, проблемы были и раньше, но вот сейчас вопрос касается того, что Курск как-то изменил всю плану. Вы видите, и какую трактовку этого считали бы допустимым, вы видите вот именно этот раскол или трещина внутри элиты, которая может менять свое отношение к Путину, к войне, или, допустим, более решительно себя вести. Что-нибудь из этих предпосылок вы видите в контексте того, что заявляли Мур и Бернс? Ну, мы видели, мы с вами это уже обсуждали, мы не можем видеть, что происходит внутри бункера, там, в подвале, но мы видим некую проекцию, эти платоновские тени, этих дискуссий мы видим в студиях этого подонка Сарабьева, Кассиева и прочего. Ну, это одно, а допустим, то, что он преследует военных, он продолжает там... Да, ну, это, в последовании военных я выдвинул свою, не то, что гипотезу, очевидно, с самого начала, когда первый Тимур Иванов был арестован, как кошелек Шойгу, когда все знали, что да, он кошелек Шойгу, но сам Шойгу – кошелек Путина. Очень многое из того, что они пи***ли, Министерство обороны переходило вот в эти Каванчуковские, Ротенбергские структуры и так далее. Путин понял, что вот та война, которую он объявил, обещал, война, которую он послал ультиматум, помните, как они ножками топали своим ультиматумом? Они послали каждую члену НАТО, тогда их было 29, еще Швеции не приняли, и ножками требовали, чтобы каждая страна письменно ответила, когда вы отойдете туда, на запад, на линию Баты и Джигашвили. И вот этот план войны, который Киев все вне, а потом Запад, НАТО отваливается на границе 97-го года, это пройганно навсегда, это всем понятно и понятно Путину. И сейчас он, властитель мира, из него не получился, не сложился. Придется, как говорил… Управдом, Григорий. Да, 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 управдом. Вот он хочет остаться управдомом, понимаете? Управдомом, проигравшим страну в доме. То есть он, это сражение за жизнь. Обычно таких управдомов кончают втихую. Мы знаем эти примеры. Вот. Но для этого… Поэтому ему нужен большой виновный, вся его задача с помощью агентуры на Западе заставить Украину принять какое-то соглашение, которое он объявит как очень почетную ничью. Но он несколько таких почетных ничей уже сформулировал. До беспредельности наглой. Первая была почетная ничья. Вот мне удалось взрывать Запорожье и Херсон. Вы мне, пожалуйста, запишите все, что я уже захапал, а еще передайте мне так по описи Херсона и Запорожья. А второй, этот самый компромис, как говорили, я с детства запомнил слово компромис, Крущевская пропаганда называла… Крущев называл молодежь. Молодежь, ладно. Они называли вывод ракет из Кубы, когда их вышло, но оттуда называли компромис. Мы пошли на вынужденный компромис. И ссылались на утритет товарища Ленина. Вот как Ленин на Брестский мир пошел. Но неважно. Он еще с ошибками писал, он же галфавит не знал. Так что что тут из него взять? Да, ну компромис. Да, так вот, надо назвать виновного. Глобально виновного – это армия генерала. Ну, сначала он называет их ворами. Это замечательно. Вот уже там человек 20 арестованы. Почти все замуж Шойгу. А вчера его выпустили из какого-то подвала. Он что-то там вещал, как показывали, что Шойгу, лично Шойгу пощадили. Будет жить. Причем очень показательно. Когда арестовали Иванова, если внимательные люди обратили внимание, в нескольких сообщениях, не официальных заявлений прокуратуры, а в сообщениях о Кремлевской прессе, были слова «измена Родины». Потом она куда-то исчезла. Ну, ясно, что вот по большому счету их будут обвинять в масштабном воровстве. Все разворовали, бывает не воровство, а измена Родины. Ну вот, если отречить. Андрей Андреевич, там было подозрение, что он по жене, по Маниович, получил израильское гражданство. Ну а что может быть страшнее, чем быть израильским гражданином? Это хуже измены Родины. Это продался евреям, понимаете? Я боюсь, что половина администрации с этими паспортами, ну да. Начиная с господина Израильтеля, который в детстве сменил фамилию на Киселева. Там это модно. Так. Вот, так что это, вот такая проекция этих трещин, видно от трещины. Трещины, вот я его назову потенциальные трещины. Вот, политическое поле совершенно зачищено в России, информационное поле. Я думаю, что сторонник противника в войне, я неоднократно делился с вами своей такой грубой моделью России социологии. А проспортов-то никаких нету. Но примерно, я думаю, так, процентов 12-15, это вот Z-быдово такое, которое сейчас очень расстроено, очень расстроено, что цель может быть даже не настоящая, что он никаких подвигов не совершает. Не меньше, я думаю, процентов 15 убежденных противников в войне, но они же никакого доступа к информации не имеют, ни в чем не участвует, ни в информационном поле не имеют. Поэтому они не сказывают. И вот парадокс в том, что власти первого лица угрожает не оппозиция в войне, а вот те люди, для которых он шахит не настоящий, ложь не настоящий, у них сомнения, а куда мы идем, почему не достигнуты победы, не взять Киев, не приняты мультиматум странами НАТО, а, конечно, беззятие Курска резко усиливает нас. Поэтому, когда, говорят, сравнивать чисто военные плюсы и минусы Курской операции, я все время подчеркиваю, это даже не важно, громадные политические, психологические успехи я сужу по объектам своего наблюдения и в Вашингтоне, и в Москве. Но в Вашингтоне просто изменилось отношение. Вот эти люди, которые возглавляли делегацию в Киеве, а сейчас вот из Блинкина вырвали обещание подтвердиться, это окончательно, 13-го, дать разрешение на удары, эти люди как бы расправили крылья, потому что основной мотив был, да, эти украинцы, они никогда не смогли победить русских и так далее. То есть это дало толчок очень важным, позитивным психологическим процессам. И в Вашингтоне, что толкнуло, продвинуло вопрос с оказанием решающей помощи. Ведь путь к победе, мы не забываем, мы же обсуждали вот этот план Зеленского к победе, мы сами его подвигали с вами давно уже. Путь к победе требует двух политических решений от Соединенных Штатов. Это снятие запретов на удары по любым территориям, включая город Москва. И второе, вербовка добровольцев. Добровольцев их найдется более чем достаточно для того, чтобы послать 150-200 самолетов. Как достигается после этого победы, мы обсуждали с вами неоднократно. Редактор субтитров А.Семкин